Здравствуйте, уважаемые пиромантики, Прометей, хранители огня, вовеки пламени. В этом обзоре я решил обозреть горелку BRS8 или BSR8, в общем как-то называется, но на ней никаких опознавательных знаков нет, уже все повытиралось. Модели этой уже наверное более пяти лет, обзоры не делал, только ленивый, ну а чем я хуже? Сразу скажу, что горелки эти мне вот такого типа не нравятся, поэтому обзор будет максимально предвзятый и предельно субъективный. Ее, собственно, давно хотел сделать такой разгромный обзор, ну а какой получится, уж посмотрим по ходу. Вот, и тут подвернулся случай, Андрей Севастополь мне дал возможность, дал свою горелку для обзора. BRS8 или TRAMP013, понять что за горелка непонятно, можно так догадаться, потому что надписи нигде нет. Вот, ну что, начнем с массогабаритных показателей. Конечно, с точки зрения веса, она, конечно... Так, что у нас получилось? 534... А, так, еще вот это устройство. 570 грамм. Ну, 568, ладно. Так. Не нравится, потому что вот, во-первых, сама ее, сам ее вид такой вот, когда-то мне давненько уже пришел в голову с собой термин, членистоногая такая вот. И плюс шланг, достаточно рискованная, ну, как бы сказать, не то, что рискованная, то есть деталь, которая может легко выйти, ну, относительно легко выйти из строя, если, скажем, со шмелем. Примерно понятно. Кстати, сейчас взвесим шмель. Это котелок от пчелки, но почти полтора кило без какой-то ерунды. Вот. И... ПТ-1 наш любимый. Почти 800 грамм тоже без какой-то ерунды. Вот. То есть любой примус, ну, вот, не знаю, вот шмель давай. То есть шмеле, все, что вам нужно, это фум-лента. Для того, чтобы даже вот здесь на фум-ленту откручено, здесь даже можно, можно его, ну, чуть-чуть там какие-то привязать там палку-веревку, его открутить даже без ключа. По фум-ленте. И пробковая, значит, пробка для клапана. В общем-то, больше тут ломаться особо нечему. Остальное все там можно прожечь, там, продуть прямо вот в походных условиях. А вот эти вот все вещи, там, скажем, пробку, ее можно даже острым ножом вырезать. Ну, если она ей в запасе. Фум-лента вообще копеечная. Вот. А в этой горелке, получается, во-первых, сам шланг, который там по некоторым отзывам на морозе может треснуть. И все. И уже, ну, как бы, найти подходящий где-то в поле проблематично. Второй момент. Вот эти уплотнительные колечки вот здесь вот есть. Андрей Севастополь их вырубил сам. И они подошли под размер отлично, отлично подошли. Вот. И еще он сделал титановые рассекатели. Осталось без рассекателя. Делал сам из того, что было. Видите, на малом газу неустойчиво. Делал из титановых места. Достаточно прочная. Вот. То же самое с этой бутылкой. Значит, как тут устроен клапан? Ну, не знаю, как он устроен. Не буду его разбирать, потому что вещь чужая. Наверное, тоже с ним как-то можно достаточно просто разобраться. Вот. Там какие-то прокладки заменить там или еще что-то. Вот. Пластмассовая вот эта вот часть, я считаю, это узкое место. То есть, если тут где-то что-то расплавится, ну, это все гроб с музыкой. То есть, значит, горелка вышла из строя, все остались без горячего. По поводу насоса тоже, ну, не буду разбирать. В принципе, обзоров на них масса. Причем обзоры достаточно диковинные. Там на одних, на одном американском сайте видел. Там человек сидит, тоже рассказывает, разложил эти горелки. И говорит, вот у меня эта горелка, я ее чуть потаскаю с собой. Все. И стоит вот эта бутылка. На бюсенькой эта муха не сидела на ней. Вот. А это, судя по всему, хорошо послужило. Вот. Прежнему владельцу. И как бы за ненадобностью, как расходный материал, уже вся целиком была продана. Вот. О чем, кстати, и говорит вот этот американец. То есть, при цене там порядка 40 долларов на eBay, порядка 20 там на, ну, на китайских сайтах, вы знаете каких. Вот. То есть, это просто вот действительно расходный материал. То есть, купил 2-3 сезона, и все, можно ее выкинуть, и как бы больше про нее не париться. Так. Что еще? Вот тут вот эти ключики. Совершенно. Ну, я сам не пробовал. Опять же таки, я сильно пробовать-то с ней играться не хочу. Потому что, ну, во-первых, она мне мало интересна. Во-вторых, чужая вещь. Вот. Пожалуй, это главное даже. Вот этот ключ для откручивания форсунки, он совершенно бесполезен здесь. То есть, если вы, ну, то есть, он там соскальзывает. То есть, открутить и что-то сделать с форсункой при помощи его невозможно. Точно так же вот эти вот все, вот этот ключик для вот этого места, этот там еще для какого-то. То есть, это все, оно там все соскальзывает, проворачивается. Ну, это Андрей Свостополь честно попробовал, как это все работает. Но надо брать нормальные ключи. Лучше всего разводной и, значит, хорошенечко его зажать. Либо головку, значит, ну, то есть, как бы, некий набор инструментов. Ну, да, еще вот иголка тоже. Встроенной прочистки нету, как, скажем, в конкурентах. Поэтому Андрей Свостополь сделал такую струну. Ну, то есть, первое, что ломается, это вот эта вот иголка. Значит, опять же таки, если с ней что-то вдруг случилось, там где-то ее задели, поломали. Значит, все, прочистить не получится. Ну, то есть, надо еще что-то с собой иметь дополнительно. Насчет встроенной прочистки можно было бы пошутить, что встроенная прочистка все-таки есть и реализована в виде тросика. Вот здесь вот пропущенного. Но по опыту, значит, прочистки и засовывания всяких проволок в криволинейное отверстие, этот опыт у меня был, когда я делал Optimus лампу и Enders. По всяким криволинейным вот таким вот трубочкам тросики проходят очень тяжело, потому что стоит ему вот в этом месте, вот тут внизу, значит, чуть-чуть его прихватит, и уже трение остальное просто не даст ему, ну, не даст его вытащить. Даже в интернете описаны случаи, когда просто там он либо обрывался, либо настолько, значит, они там плоскогубцами вот эти вот, вот это место, значит, уже завальцовывали, что ну просто тросик там как бы замурован, оставался как бы навечно. Вот, а почему вот в этом месте прихватывает, ну, мое предположение, что вот эта часть самая горячая получается, и все, что здесь испарилось, здесь чуть-чуть попрохладнее, и все, что здесь испарилось, там, смола или нагар или все прочее, оно вот там вот оседает, именно вот в этом, вот там вот внутри, там где, сейчас попробую открутить, так вот, то есть вот в этом месте оседает. Я не знаю, до какой поры здесь тросик тянется, но если, не дай бог, его засунули хотя бы вот досюда, то как бы все, что здесь испарилось, здесь чуть-чуть попрохладнее, и здесь оно будет, вот нагарчик будет, как бы, собираться и схватывать вот этот тросик, собственно, из-за чего его не получится, как бы, вытащить. Так, сейчас соберу обратно. Так, вот, собрал. Ну, что оно, ну, хвостатая, членистоногая. Запущу ее сначала на газу, потому что, ну, мое мнение, что она все-таки больше газовая, а, значит, жидкотопливность ее это, ну, как, как, как типа опция. Так, ну, тут все просто должно быть, теоретически. Да, сейчас прохладненько на улице. И поэтому, может, чуть она слабее гореть, чем ей положено. Вот, а через какое-то время, когда генератор, вот этот вот, прогреется, то баллон обычно принято переворачивать, потому что давление в баллоне создается только за счет пропана, да, он, ну, да, который сжижается труднее, чем бутан, ну, или из-за бутан, как здесь. Вот, и поэтому, если выдуть, грубо говоря, весь пропан, то жидкий бутан на морозе так там и останется, то есть его не удалось. Ну, это, в принципе, во всех обзорах. Поэтому мы сейчас тихонечко прикрутим клапан, точнее, веньким. Вот, как-то так. У меня тут приготовлена подставка, витрозащита от шмеля. И пустим туда жидкий газ. В общем, вот так вот ее переворачиваю. Вот, теперь получается, что она у нас горит классически по жидкотопливному. То есть поступает топливо в жидкой фазе, разогревается до парообразного состояния в генераторе, и давление уже никуда не тратится. Но имеет вот небольшую инерционность. Только я вот прикрутил, а ничего не происходит. Оно еще раз. Вот, сейчас я закрыл полностью вентиль, полностью до отказа. Но того давления и того газа, которое осталось здесь в трубочке, вполне хватает, чтобы оно еще чуть-чуть погорело. Эть! Откроем. Эть! Вот, закрутил хорошо. Успею или нет? Успел. Ну, вот как-то так. Кстати, вот то, что вы видите, вот здесь замазка. Дело в том, что баллон вот этот мне достался уже изрядно пользованный. И он был ржавенький. Ну, видимо, его, ну, когда он как бы в нормальном состоянии, то есть перевернутый вниз дном, конденсат стекает на вот эту часть. А здесь самое, что ни на есть, там подсоединение, вот это вот все завальцовки, оно наиболее уязвимо оказывается для ржавчины. Вот. Ну, чтобы, значит, значит, ржавчина дальше не пошла. Я остались у меня остатки кровельного полиуретана. Я вот этими вот остатками, значит, его замазал. Так, ладно, с газом примерно разобрались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова